Особое мнение на 101FM Все эти новости последние Власти анонсировали масштабное дорожное строительство Улица Калинина в качестве дублера Улицы Щерса Расширение дороги на Победилово Объездная вокруг Кирова Кольцевая дорога так называемая Так Нет, не путепровод, как он называется Это переезд в Нововятск Над ним, собственно, говорят Под ним Вот Вот эта история Она давно назрела Все просят и расширить дороги, и строить дороги И этот же переезд в Нововятск Наверное, уже лет 20 Пытаются решить его Проблему, что-то с ним сделать Вот эти все заявления Это знак чего? Того, что выборы близко? Или того, что власти действительно задумались О масштабных каких-то изменениях И реконструкциях? Я больше уверен, что выборы близко Выборы близко Надо о чем-то говорить Надо что-то в рамках выборов Обещать людям и кировчанам Вот такая ситуация Она происходит, потому что Дороги это всегда хорошо Хорошие дороги это еще лучше Понятно, что при хороших дорогах Будет положительный имидж и власти Именно правительство Кировской области Ну и понятно, что будет положительный имидж Партии власти на сегодняшний момент И тем самым Пообещать это не говорит о том, что это сделать По той причине, что Пообещать не значит жениться Да, пообещать не значит жениться И по этому поводу Мы каждый год обещания слышим А по факту происходит то, что есть Ничего не происходит У нас есть только национальный проект В рамках национального проекта Есть план работ, которые производятся И в рамках этого плана Правительство Кировской области Совместно, ну и Министерство транспорта И региону Кировской агломерации Они по сути развиваются Больше ничего сверхъестественного Не происходит По той причине, что если Ну, к примеру, давайте вспомним Кирово-Чапецкое Кирово-Чапецкое обещали объездную В свое время до сих пор Эта объездной нету Сейчас в Кирово-Чапецке обещают Какой-то мост Который, не знаю, куда он пойдет По крайней мере, пока он будет Уйдет просто в лес До трасси до Слободского, говорят Ну, до трасси до Слободского Надо еще дорогу сделать Это минимум 20 километров, да Одно дело мост построить А потом еще дорогу сделать А на сегодняшний день Если кто ездил в тех местах Там кроме узкоколейки И грунтовой дороги по болотам Больше ничего нету Если мы хотим построить мост Мы сейчас уже должны начинать строить дорогу Чтобы к моменту сдачи моста Мы должны подвезти хорошую дорогу Асфальтированную По которой можно будет ехать В сторону Слободского Как мы видим, про мост говорят Про дорогу молчат Поэтому 20 километров Тоже за один год не построить Как минимум потребуется Несколько лет для строительства данной дороги С учетом той местности По которой она будет проходить А там болотистая местность Там в свое время добывали торф Торф мы добываем на болотах Вот если брать такую аналогию То по крайней мере Вот такая ситуация Мне кажется, что это больше обещание Даже если этот мост появится В Кирове-Чапецке Мне интересно просто Куда он и для кого он нужен будет И зачем он нужен Лучше бы либо пообещали Я говорю пообещали, не построили Лучше бы пообещали третий мост в городе Кирове Который по факту нам сильно нужен С учетом той загруженности Обоих мостов и основного старого моста Который идет с улицы профсоюзной Но он уже бедненький Старенький мостик Которого надо, во-первых, уже реконструировали И опять требуют реконструкции Ну и тот поток транспорта Который идет в сторону Макария Туда все в сторону Порошина В сторону, получается, Павла Корчагина Да и в сторону Слободского пока идет Да, поток транспорта очень огромный И тем самым этот мост просто не справляется Вот, если брать еще некоторые моменты Вот по поводу улицы Калинина Я уже писал про это в своем телеграм-канале И сейчас могу сказать, что это утопия Это просто утопия Почему? Ну, по той причине, что никакой не будет Это не дублер улицы Шорса Это только красивые слова А по факту улица Калинина Если даже начинать строить путепровод Через железную дорогу То это как минимум не один Ну, порядка, минимум миллиард рублей Это обойдется этот путепровод Дальше он упирается в частные территории Это частные земли Там и завод Веста И много-много различных других предприятий По крайней мере, там никто никогда не закладывал Трассировку по земельным участкам Именно в красных линиях Значит, либо придется выкупать эти земельные участки Как это было по путепроводу Ивана Попова В чистые пруды В чистые пруды Потому что часть земельных участков там выкупали Даже получилось так, что дом снесли То здесь, конечно, жилые дома сносить не придется Но, по крайней мере, выкуп земельных участков И придется производить Если мы зайдем на кадастровую публичную карту Мы увидим, что никаких ранее заложенных В границах земельных участков Именно под путепровод там нет А если нет, значит, это придется производить А это будет стоить очень и очень дорого Для администрации города Кирова Для правительства Кировской области Я вот прошу прощения насчет дорого Вот эти все планы, которые есть Там часть из них, конечно, в отдаленной перспективе И сроки не называются Но по части объектов Прям вот конкретные Сроки следующий год Там 22-й, 22-й, 24-й год То есть это ближайшие три года А ведь это грандиозное вложение Где мы деньги будем брать? Да, мне интересно становится Где мы будем деньги брать Если обещают под туннель Под Транссибирской магистралью На 41-ю на Лавятске Если на эти деньги возможно Возможно выделить федеральный бюджет Но это тоже еще возможно Ну, надеюсь и верю Конечно, там туннель он нужен Без разницы Либо это будет туннель Либо это будет путепровод поверху Но там он нужен И вот основной акцент, конечно, надо делать На данном направлении Но федералы-то ведь, наверное, деньги дадут на что-то одно? Или можно попросить на многое? Нет, у федералов вы на многое денег не попросите Федералы деньги выделяют в рамках целевых программ Целевые программы Это у нас безопасные и качественные дороги Если мы берем дорожные инфраструктуры И, ну, если мы берем дороги По каким программам у нас ремонтируются дороги на сегодняшний день Это одна из программ Это жилье Это вот те капитальные или новые улицы Которые строят в микрорайонах В новых микрорайонах Как в Урованце, если я не ошибаюсь Потом еще где-то там Как в микрорайоне строят Потом, если мы берем улицу Продолжение улицы Сурикова Это в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги В основном все деньги выделяются по программам Ну, в рамках национальных проектов Какие-либо дополнительные средства Выделяются в том случае Если область Не то что сильно попросит Она должна защитить и доказать И должно быть распоряжение Либо председателя правительства Российской Федерации Либо президента А под юбилей города Мы не можем попросить Какие-то деньги дополнительные Не в рамках нацпроекта Мы можем попросить Только мы про юбилей Мы с вами уже минимум 10 лет Все говорим-говорим А денег нет И здесь, в данной ситуации Я даже не знаю Под что им деньги дадут И каким образом эти деньги дадут И в рамках какого проекта Национального, ненационального Либо распоряжения Председателя правительства Но будем верить, что на 41-й в Новоавиатске все-таки этот туннель появится. То есть это самый реальный? Ну, это самый реальный, потому что это больная точка города Кирова, которую надо искоренить. Именно вот этот железнодорожный переезд и с тем потоком транспорта. Вот это самый реальный проект, на который, возможно, в ближайшее время будет выделено финансирование. Под все остальное, ну, как мы знаем, в Кирочепецкий мост правительство говорит, что будут строить за счет регионального бюджета. На мой взгляд, надо основной акцент делать на объездную города Кирова. Не за кольцовку, как сейчас тут опять новая фраза появилась. Кольцевая дорога. Да, кольцевую дорогу вокруг города сделаем. Нет, хотя бы давайте начнем с объездной, чтобы разгрузить улицу производственную, разгрузить улицу Луганскую. Ну, и понятно, что с выездом на улицу Держинского, по той причине, что мы пару лет назад эти улицы делали, а асфальт опять начинает там уже ходуном ходить. Просто-напросто есть большая калийность на улице Луганской, хотя еще гарантийные сроки не прошли. Потому что идут тяжеловозы. Конечно, идут тяжеловозы, большой трафик движения идет по всему городу. Если кто ездит по улице Производственной, они постоянно там в большинстве случаев стоят в пробках, так же и по улице Луганской. Поэтому основной акцент на сегодняшний день это вот туннель, надо делать третий мост вокруг, ну, из города Кирова и объездная дорога, которую, ну, которую обещали еще там опять же лет 10 назад. Но в итоге эти обещания, они остаются на бумагах. Надеюсь, что те обещания, которые председатель правительства совместно с губернатором высказали тут недавно, на прошлой неделе, надеюсь, что эти обещания не только на бумаге будут и не только на словах, а в итоге перейдут к делу. Но, по крайней мере, если вспомнить опять же Кирово-Чепецк, опять же Дарро, этот мост, обещали его еще в этом году уже начать строить. В итоге передвинули уже как минимум на год. Посмотрим, что дальше будет. Но ситуация не очень хорошая. По Калинину, по Калинину. Почему я все-таки говорю, что это утопия? Потому что дублер улицы Калинина, он должен продолжаться дальше, после улицы Производственной, уже в сторону улицы Ульяновской, наверное, да? Да, в сторону улицы Проспект Строителей, да. Но там опять же куча частных территорий, куча частных торговых баз, магазинов и все в этом плане. Я не знаю, где они там, либо поверху будут строить путепроводцы над этими базами, либо еще каким-то образом. Ну просто, ну, логически, логически я бы пообещал, вот я бы лично пообещал и сделал, наверное, да, это все-таки надо расширять. Расширять те магистрали, которые у нас на сегодняшний день в городе есть. Это улица Московская. У нас есть очень, ну, по крайней мере, одно место есть на улице Московской, которое требует расширения. Это в районе Хлебозаводского проезда, путепровода через эту же железную дорогу, Киров-Котлас, который требуется расширение, как минимум, еще на две полосы. Потому что сама улица Московская, она широкая, а вот в этом месте идет сильно залужение. И у нас там образуется, постоянно образуется пробка, где люди стоят. Тем самым мы увеличим трафик движения по улице Московской. Такая же проблема у нас есть по улице Ленина в районе моста через реку Хлыновка. Это те объекты, которые реально сделать, которые реально сделать, и не за такие большие деньги. Там эти два объекта можно спокойно, ну, на мой взгляд, тысяч, миллион за 500 сделать. Легко, если захотеть, потому что у одного объекта это реконструкция, ну, как бы не получается. И у второго объекта реконструкция, по сути, их надо просто сделать уширение этих двух объектов. И тем самым трафик движения уже, что по улице Ленина, что по улице Московской, он увеличится. Плюс люди неоднократно говорят, что надо что-то делать с улицы Воровского, потому что есть места. Где-то его уширяли, а где-то она опять сужается. Поэтому надо как-то еще подумать по улице Воровского. Тем самым мы хотя бы какой-то трафик движения транспорта... В юго-западный район. В юго-западный район, да, мы увеличим. Без всякого дублера, без всякой улицы Калинина дублера, потому что... Ну, и фуры убрать из города. Ну, и фуры убрать. Да, конечно, если улицу производственную мы с вами разгружаем за счет объездной дороги, тем самым у нас, по крайней мере, уже трафик движения в юго-западе, куда основная проблема на сегодняшний момент по трафику, у нас увеличится. Но если мы еще когда-то в будущем построим третий мост в сторону Слободского, ну, как, помню, предлагали в районе Вересняков, вот в том направлении... Ну, вот улица Милицейская, да. Да, улица Милицейская. Замечательно будет, потому что часть трафика, который сейчас идет на Старый мост, он сразу идет на улицу Милицейской, и тем самым мы разгружаем моментально основную магистраль, это улицу Ленин в районе Перекрестка с Профсоюзной. Вот основные... Там эти пробки постоянные. Да, основные больные точки, основные моменты. Ну и, конечно, вот честно, за место улицы Калинина я бы занялся проблемой продолжением улицы Ивана Попова в сторону Радужного. Тем самым надо разгружать улицу Ленина, которая на сегодняшний день связывает на Лавятск, Радужный, с центром города. Делать дублер, мы же не зря сделали такую широкую улицу Ивана Попова в районе Чистых Продов, для того, чтобы в дальнейшем... У тебя работа пустой, между прочим, вечерами. Я вот езжу очень часто на дачу маму, забираю, я бы не видела там пробок вообще никогда. Потому что там трафика нету. Там трафик у нас, это просто из района Чистые Пруды, и все. Больше оттуда трафика не идет. Тем, кому удобно ехать в сторону. Тем, кому удобно. И не будем забывать, если вы опять же откроете кадастровую карту, вы увидите, что в свое время администрация города закладывала, вот эти продолжения этих улиц путем, ну, там, по крайней мере, есть, можно посмотреть земельные участки, когда они их отмежевывали для как раз передвижения транспорта, вот, ну, для дальнейшего движения вот этих улиц. Что по Ивану Попову, в сторону Радужного, что там еще Ивана Попова, так интересно, она уходила в сторону улицы Мельничной, в сторону Тимирязи, вот в том направлении. Там, потому что, ну, как бы там видно все очень, очень видно, потому что в администрации же не только необразованные люди работают, но и образованные работают. Поэтому они в свое время о городе думали и задумывались, не то, что сейчас происходит. Да, насчет уширения, расширения улиц. Как вам планы насчет дороги на Победилово сделать ее четырехполосной, как я понимаю, да, по две полосы, с разделительной полосой, с освещением, со всем остальным? Вообще есть смысл в это вкладываться или нет? Пассажиропоток, мы видим, растет. Вот 30, по-моему, тысяч человек тут за месяц воспользовалось услугами нашего аэропорта. Да, по поводу, есть смысл вкладываться в том случае, если мы понимаем, куда дальше будет расти аэропорт. Если мы понимаем, куда дальше наши ворота, Вятского края, именно авиаворота, да, куда они дальше будут развиваться и какой будет план развития. А просто сейчас сделать такую широкую дорогу, да, ну, это тенденция в основном всех больших городов. Все большие города к своим аэропортам делают очень широкие дороги. Хорошие дороги, да. Хорошие дороги, чтобы было быстро добраться, что в аэропорт, что из аэропорта. Но на сегодняшний день я не... Ну, мы понимаем, что Киров не Москва, там, не Казань, да, с точки зрения трафика и авиационного. Когда же там, ну да, ни Москва, ни Казань, ни Перми, ни Нижний Новгород на сегодняшний день. И просто сейчас вложиться колоссальными деньгами в строительство данной дороги, на мой взгляд, это бессмысленно. Просто бессмысленно, по той причине, что лучше вот эти деньги, опять же, перенаправить в те точки, которые сейчас требуют. Реконструировать обещают уже с следующего года начинать. Ну, я не понимаю для чего. Вот просто не понимаю. Кто-то может... Кому-то, кто там живет или кто там часто ездит, они скажут, да, клево. Там даже участки у многих дороги, чем строительство. Давайте тогда по-другому будем рассуждать. Если кто по этим улицам ездит, они знают, где они в основном стоят, в каких пробках. Я там не скажу, что часто езжу, но бывает. Бывает, езжу, и в основном я стою не по основной трассе в пробке. И в основном я стою, когда я уезжаю в город. Это как раз улица Щерца с улицы Ульяновской получается, да, перекрестка. Улица Щерца с улицы Производственной. И вот я вот там в пробочках с удовольствием стою. А по основной дороге я еду нормально, в скоростном, требуемом скоростном режиме, километров 60-80. Ты практически там стоишь без пробок. Но там очень часто бывает проблема обгона вот эта, да, потому что по полосе в каждом направлении... Зачем обгонять-то? Ну, торопятся люди, не знаю. Ну, люди торопятся, там есть дорожные знаки, есть ограничения движения, есть скоростные ограничения движения, да. Там нет таких колоссальных пробок, как в других городах бывают. Там, ну, я ни разу не был такого, чтобы я там стоял в пробке. Вот сколько я помню, я ни разу там в пробке не стоял. Да, идет поток, идет поток транспорта со скоростью 60-70 километров в час. Это разрешенная скорость по этой, ну, там понятно, что можно и выше. Где-то 90 люди едут. Ну, и в основном там самая проблема, это летний период времени. Дачников много. Дачников, да. Летний период, дачников много, да. Но в зимний период времени там совсем таких проблем не бывает. Поэтому на сегодняшний день надо задумываться не о том, чтобы расширить дорогу в сторону аэропорта, а задумываться о том, что пора все-таки строить либо новый аэропорт, либо, как заявляют, будет реконструкция этого аэропорта. Пора расширять количество рейсов, особенно рейсов в столицу и в Санкт-Петербург. Потому что, ну, на мой взгляд, с учетом, я часто летаю из Кирова, да, смотрю, что пассажиропоток, он вырос, и мы видим по статистике. И он вырос не за счет того, что вводят рейсы там в Екатеринбург, Калининград, Калуга и еще какие-то. Пассажиропоток растет за счет двух основных городов. И юга. И юга. Ну да, юг, это в Сочи получается. Ну и сейчас периодически рейс там в Симферополь летает, в Крым. Вот, за счет вот этих рейсов. Вот, можно сказать, в основном четыре рейса, которые в летний период, они берут основной пассажиропоток. Пассажиропоток. Если берем зимний период времени, это Москва и Санкт-Петербург. Вот туда, если мы хотим увеличить трафик движения и пассажиропоток нашего аэропорта, надо увеличивать количество рейсов, что на Москву, что на Санкт-Петербург. По той причине, что это все-таки два основных хаба. Ну, Москва это основной хаб Российской Федерации, да. Хотя сейчас развивает и другие хабы, но Москва, она все-таки остановилась. Остановну остается центральным хабом всей нашей страны. Ну, и надо развивать, конечно, увеличивать и приглашать к нам другие авиакомпании. В какие направления? Каких направлений не хватает? Да, не то, что каких направлений не хватает. Вы, если не секрет, из Екатеринбурга же прилетели. Да, я прилетел из Екатеринбурга. Ну, как сказать, конечно, неудобно. Почему? Ну, давайте объясню. Я бы лучше прилетел из Симферополя, из своей республики Крым, да. Конечно, мне было... Через Екатеринбург? Да, через Екатеринбург, только по той причине, что стоимость билета из Москвы в Киров была намного-намного выше, чем мне получилось прилететь из Симферополя до Екатеринбурга, из Екатеринбурга до Кирова. То есть получается такой вот хвост. Да, да, вот только одна стоимость вот этого билета, как бы, если... ну, понятно, что я покупал не заранее билеты, вот в этом вся может моя проблема, да. Если бы я купил за неделю, за полторы, за две, понятно, что стоимость билета была бы ниже. Но так как, ну, в течение обстоятельств я покупал билет практически там за двое суток, то стоимость билета... В общем, было удобнее лететь через Екатеринбург? Да, ну, потому что такой вариант был более удобный и более выгодный по стоимости билета. Много ли народу летит из Екатеринбурга? Да нет, из Екатеринбурга летит очень мало, самолет практически, ну, процентов даже на 50 был не заполнен из Екатеринбурга. Понятно, что, может, часть из Екатеринбурга летели в Калининград, потому что самолет летел с залетом, можно так сказать, с посадкой в Кирове, да. Вот, он засадился в Киров, наверное, кого-то здесь добирал, кто хочет в Калининград и дальше летел в Калининград. Это, конечно, рейсы интересные такие, когда авиакомпании устраивают таким образом свои полеты. В советское время было очень распространено. Мои родители жили в Новосибирске, и мы летали, собственно, из Кирова с остановкой во многих сибирских городах до Новосибирка. Сейчас летают и уральские авиалинии. Я потому что в том году летел, но я летел на другом самолете. Но в итоге параллельно летел такой же самолет в Благовещенск. Только он залетал сначала в Екатеринбург, а с Екатеринбург летел дальше уже до Благовещенск. А у меня получился прямой рейс. Я просто там удивился, изучал эти моменты. Сейчас многие авиакомпании уже так выстраивают свои рейсы, и это как бы неплохо. Это неплохо, это замечательно. Тем самым развиваются, во-первых, регионы, куда они залетают. И тем самым гражданин может перемещаться. Перемещаться с Екатеринбурга до Дальнего Востока, а не из Москвы до Дальнего Востока, как было раньше. Также мы из Кирова можем перемещаться из Кирова в Калининград, либо из Кирова в Екатеринбург. Но с учетом, опять же, мы же видим, что специфика количества пассажиров на тех рейсах, которые востребованы, она колоссальная. Загрузка тех самолетов, например, Москва, Питер, она практически 99%. И та стоимость билетов, которая необоснованно дорогая, на мой взгляд, если ты покупаешь, конечно, не за неделю, не за две, то в данной ситуации, опять же, мои пожелания нашему региональному правительству, Министерству транспорта, больше общаться с авиакомпаниями. Больше общаться с авиакомпаниями, другими авиакомпаниями. Я не говорю только там про ту, которая летает на сегодняшний день. Но мы же не знаем, каковы условия сотрудничества с Победой. Может быть, Победа не очень рада будет видеть на маршрутах Киров-Москва еще каких-то перевозчиков. Рада, не рада? Извините, мы должны думать не о авиакомпании, а мы должны думать о жителях нашего региона, чтобы им было более доступно, чтобы у них были более доступные цены для полетов. Победа же почему-то не каждому аэропорту выставляет какие-то условия, не каждому региону выставляет эти условия. Если мы посмотрим на другие регионы, даже там не Казань, а Чебоксары возьмем, там летают другие авиакомпании еще плюсом, да? Если мы возьмем там, где бывает Победа, там есть и другие авиакомпании. Но это я предполагаю, может быть, ведь нет, но работать надо. Это надо работать в этом направлении, это надо общаться, потому что сейчас многие авиакомпании, они начинают, они развивают свой, во-первых, авиапарк, они развивают количество рейсов. И если мы видим статистику увеличения пассажиропотока из Кирова, например, в эту же Москву, либо в сам Петербург, а почему бы с другими авиакомпаниями предложить зайти на этот рынок, чтобы этот пассажиропоток, во-первых, часть перенять на себя, а во-вторых, увеличить частоту рейсов. Чтобы это было не как сейчас, у нас просто непонятно даже, как рейс это, иногда, ну, у нас два рейса, да, понятно, что есть одна авиакомпания, когда там билеты, ну, дорого, одним словом, да, потому что это самолеты маленькие, но можно. Ну, можно называть эту авиакомпанию, это Руслайн ведь, да? Да, Руслайн, да, ну, и есть Победа, которая, понятно, если ты покупаешь билет заблаговременно, за большой срок, то демократические цены. Про Победу я никогда не скажу, что там дорого, просто там бывают, конечно, скачки цен, но это уже связано с тем, что когда там за день, за два до вылета, и от востребованности... Да, и от востребованности, мы же видим, понимаете, почему билеты такие дорогие, потому что они востребованы становятся, если они становятся востребованы, значит, это маршрут востребованный, особенно в летний период времени. Поэтому надо увеличивать, увеличивать. Каких городов не хватает, Константин? Ну... В нашей сетке полетных... В нашей сетке полетных... Вам бы что хотелось видеть? Ну, мне бы хотелось видеть, во-первых, да, возможно, видеть Казань, Казань видеть, потому что не все могут себе, во-первых, позволить на машине туда поехать, а во-вторых, у нас не настолько Казань нам доступна по железнодорожному транспорту. 16 часов поезд идет, и через день, по-моему, ходит. И Казань все-таки это тоже международный хаб, практически, ну, как бы развивает в республике этот Астан свой аэропорт, и тем самым... Все это прямые ворота за границу. Да, ты можешь улететь. Да и не только это хаб, это хаб очень хорошо развивается и внутри России, очень много рейсов летят из Южного побережья, получается, в Казань, а также очень много рейсов ты можешь из Казани улететь и в Сибирь на сегодняшний день. И тем самым многие даже из соседних регионов, кто там поближе к Казани, да, они все из Казани вылетают очень много. Ну, и же, и же... Даже из Башкирии иногда едут в Казани, летят из Казани, а не из самого аэропорта в Уфе. Да. 30 секунд у нас до перерыва. Какие еще города помимо Казани? Ну, я бы Казань, Краснодар. Ага. Ну, почему Краснодар? Только по той причине, что из Краснодара ты можешь долететь до Краснодара, но очень недорого. Вот, честно скажу, потому что я наблюдал, смотрел там рейсы, например, из Москвы в Краснодар, стоит билет намного дешевле, чем из Анапы в Москву, к примеру, да. Вот, ты можешь долететь до Краснодара, а там ты можешь, даже не маршрутка, там ходит поезд. Поезд Краснодар, Сочи, Адлер ходит поезд, да. Ты можешь из Краснодара добраться до Крыма, к примеру, там, до Ростова, еще куда-то, да. Можно в Ростов, к примеру. Ну, я бы, по крайней мере, выделил бы два рейса, которые надо. Южные города, но не приморские. Ну, не приморские именно, да. А вот Краснодар, Киров, Казань, Киров, вот такие рейсы, они были бы востребованы, на мой взгляд, особенно в летний период времени. Константин Сичехин в нашей студии, руководитель группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Делаем прерыв на рекламу, через полторы минуты вернемся. Особое мнение на 101FM. Рейсинг каким-то искировал, потому что у него не будет востребованной загрузки. Программа «Особое мнение» продолжается. Мы с Константином Сичехиным, руководителем рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, как-то заговорились. Тут как раз про аэропорт мы тему в перерыве продолжаем. Какие еще направления были бы востребованы? Ну вот, как туристический, да, такой маршрут, маршрут до Иркутска, говорит Константин. Байкал, Байкал, да, потому что многие, ну, многие мои знакомые, кто-то ездил на Байкал, кто-то мечтает съездить на Байкал, да. А поезд идет долго. Да, поезд идет долго, и если бы какой-то самолетик бы к нам залетал, я не говорю, что прямой рейс, а просто залетал бы к нам, то было бы, возможно, было бы это востребовано. Но на сегодняшний день хотя бы увеличить рейсы на Москву, на Санкт-Петербург, хотя бы туда увеличить количество рейсов, еще плюс, как минимум, по одному рейсу в день. А потом уже расширять дорогу до аэропорта. Да, мы ускоряемся, Константин, мало времени у нас остается. Видели вы новость про то, что осенцы возвращаются? Ну, они к нам еще не вернулись. Осенцы были полигон осенцы, как современный, суперсовременный полигон. Я даже сейчас Александра Чурина, наверное, процитирую, да. Полигон в Осенцах – один из самых современных полигонов, который строился за деньги регионального оператора и жителей Кировской области. Аэродром в Порошино изменил статус, теперь это взлетно-посадочная полоса, и, соответственно, исчезло то препятствие, которое не позволяло осенцам работать. Получается, это все зря было, что ли? Вот это вот все? Ну, это просто кому-то нужно было, поэтому все это проходило. По факту мы сами видим, что все-таки собственники полигона осенцы, я сейчас даже не знаю, кто там уже собственник. Как я по последним данным слышал, что где-то собственник уже в Ярославле находится, но вопрос не в этом, вопрос в том, что собственники полигона осенцы, он все-таки добился, добился своей цели и задачи. Да, он снял те ограничения, которые были на осенцы наложены за счет, ну, из-за аэропортов Порошино. И на сегодняшний день, да, полигон осенцы с учетом решения суда его можно эксплуатировать. Просто когда это произойдет и когда это будет, ну, это уже, как говорится, покажет время. Вроде обещают с 1 января следующего года. Да, потому что сейчас надо утвердить тариф, они должны податься на тариф, его надо обратно включать в территориальную схему, из которой его исключили у Министерства экологии. И когда эта вся процедура пройдет, конечно, да, конечно, он должен заработать на мой взгляд. Это радостная новость для кировчан с точки зрения экономии денег, да, и наших всех кошельков. То есть наличие полигона вблизи Кирова, короткое транспортное плечо для бусыровоза. Я не знаю, насколько это радостная новость, да нет, я пока не буду утверждать, насколько это скажется на тарифе, потому что мы, давайте не будем забывать, что у него все-таки есть инвестпрограмма у этого полигона, которая была исключена из тарифа, и тем самым у нас тариф понизился, да. Сейчас, насколько они подадутся и какой тариф им рассмотрит РСТ, это покажет время. Сейчас пока про это говорить, насколько это дешевле нам будет, не дешевле, да. А, то есть может оказаться так, что дороже даже будет? Ну, конечно, конечно. Давайте не будем забывать, что осенцы, когда исключили из тарифа, тариф понизился за счет этого полигона, потому что очень большая составляющая инвестпрограмма была в тарифе на вывоз ТКО как раз от полигона осенцы. Сейчас, на сегодняшний день, ну, он исключен, и произошло незначительное понижение тарифа. Если его обратно туда включают, интересно, с какими цифрами они зайдут, какие цифры они предъявят региональной службы по тарифу, и на какие цифры она согласится, и на сколько у нас тариф либо он вырастет, либо останется в той плоскости, на которой он сейчас находится. Это покажет время. Сейчас пока рассуждать. Однозначно утверждать, что будет ниже мы не можем. Да, я вот не соглашусь только с позицией Александра Анатольевича в плане того, что этот полигон был построен за деньги регионального оператора. Нет, ни в коем случае этот полигон был построен за деньги граждан Кировской области. Он говорит, и граждан. Ну, и граждан, нет. Там он говорит, и то, и то. За деньги регионального оператора он точно не был построен, потому что региональный оператор живет за счет либо субсидий правительства, либо, опять же, денег жителей Кировской области. И этот полигон был на 100% построен на деньги жителей Кировской области. И средства инвесторов. Да, и средства инвесторов, которые потом в дальнейшем в рамках тарифа он возмещает себе. И на сегодняшний день этот полигон, так как граждане его за свой счет, можно сказать, построили, то, конечно, он должен функционировать и, конечно, он должен выполнять цели и задачи, под которые он был востребован. Насколько это хорошо или плохо для региона, на мой взгляд, когда не из чего выбрать, то приходится выбирать то, что есть. Если бы мы к этому времени подошли бы с нормальными мусоросортировочными станциями, со строительством уже другого нового полигона, то я бы был против открытия данного полигона. Я и раньше был против открытия данного полигона. Но с учетом сложившейся ситуации и к чему нас подвело наше правительство региона, то нам ничего не остается, как говорить, что да, наконец-то этот полигон будет открыт. И, возможно, вот та проблема, которая сейчас с мусором происходит, а нам уже все больше и больше некуда его просто возить, его уже просто распихивают по всяким различным свалкам, можно так это назвать, то в данной ситуации, да, это небольшая возможность для региона в дальнейшем передохнуть и начинать дальше развивать систему по транспортировке отходов, ну и, конечно, строить мусоросортировочные станции. Да. Еще у нас остается три минуты. Константин, был вопрос у меня по поводу нового аукциона, который публикован на сайте госзакупок. Аукцион на оказание услуг по содержанию дорожной сети Кирова 30 июля состоится. 671 миллион выделяется на 12 месяцев. Я предлагаю просто эту тему потом подробнее в развороте разобрать, если можно. А вас хотелось спросить по формированию нового состава общественной палаты. Скажите, а вы заявлялись? Вот я вижу списки от УЗС и от губернатора, а у вас там не имеют значения? Да, я заявлялся, нет, я заявлялся список по ДЗС по той причине, что, ну, это было такое спонтанное решение по причине того, что депутаты, ряд депутатов высказали против общественной палаты и против членов общественной палаты, да. И я, ну, так как я считаю, что я, пусть даже не являясь членом общественной палаты, очень активно себя проявил, я поэтому подал документы. Подал под документы, так как и рабочая группа очень активно работает. Я подал документы и решил просто посмотреть, выберут, не выберут активных, как на мой взгляд, людей в общественном нашем поле. Ну, видать, депутаты решают как-то по-своему, со своими взглядами. Я не скажу, что они выбрали плохих туда людей, либо плохих кировчан, да. Нет, все это уважаемые люди, все они значимы в общественном поле, представляют много общественных организаций. Но вот я не попал, и... А вы пойдете по третьей части? Нет, я не пойду. Все, я принял для себя решение, больше в общественную палату я не пойду региона, по той причине, что не вижу смысла быть членом общественной палаты. Так, подождите, а группу-то рабочую как? Рабочая группа, рабочая группа, если новый секретарь общественной палаты, если общественная палата, давайте начнем с того, что решит, что рабочей группе надо быть и работать в дальнейшем, да. Дальше они решают, кто будет руководителем рабочей группы. Ну, берется новый состав... И нужна ли вообще эта группа? И нужна ли она? Там создается новый состав рабочей группы. Войду я, не войду в этот новый состав рабочей группы, покажет время. Но пока мы есть, пока мы работаем до окончания созыва данной общественной палаты... То есть до октября где-то примерно? Да, пока нас никто не расформировал, и не было такого решения. Поэтому мы пока работаем, а дальше уже новые члены общественной палаты в рамках нового созыва, они решают жить в рабочей группе, быть ей, и кто там будет работать. Пойду я туда, не пойду. Я еще пока не принимал такое решение. Но, наверное, если рабочая группа останется, то, наверное, я там останусь. Я подам документы на состав рабочей группы, а дальше уже выберут меня руководителем, не выберут, мне мне решать. А почему в палату не хотите? А хватит. Просто хватит. Ну, как бы с учетом той выборности палаты, как это все происходит и кто как решает, ну, я просто устал участвовать в этом во всем непонятном мероприятии по выбору именно в общественную палату. Даже вот я не могу понять, почему Андрея Воробьева не выбрали. Опять же, это моя... потому что он активно себя проявляет. Это один из активных членов общественной палаты прошлого созыва. Вопросами ЖКХ занимается. Да, вопросы с ЖКХ и почему его решила ЗАГС Собрание не выбирать. Ну, возможно, он пойдет там на третьем этапе, но я не пойду. Хватит. Константин Сичихин. Да, к сожалению, звукорежиссер торопит нас. Спасибо большое за ваше особое мнение. Руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Константин Сичихин в нашей студии. Мы заканчиваем. До свидания. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM